Подготовка участков под индивидуальное жилищное строительство для многодетных семей в районе старого аэропорта попала под пристальное внимание прокуратуры и администрации округа. Под угрозой срыва контракт на 94 миллиона рублей. Его заказчик, казенное учреждение «Централизованный стройзаказчик», в процессе работы столкнулся с необходимостью вырубки деревьев и кустарников на подготавливаемой территории. За разрешением на ликвидацию зеленых насаждений заказчик неоднократно обращался в мэрию и получал отказы. За это время в администрации Наринмара были разработаны правилом, согласно которым мэрия должна получить компенсацию за вырубленные деревья и кустарники. Такие условия, как и сам факт появления документа уже после заключения контракта, заказчик посчитал неправомерными и обратился в прокуратуру. На особый контроль ситуацию взял глава региона Игорь Кошин. Вместе с представителями контрольно-надзорного органа и главным федеральным инспектором губернатор совершил объезд территории под индивидуальное жилищное строительство для многодетных семей. Сейчас проблема в чем? Почему вы не можете выйти на работу на этом участке и готовить земельные участки для многодетных? Мы должны получить разрешение в муниципальное образование город Наринмар. Разрешение на сурубку зеленых насаждений. Каких? Кустарников и деревьев. Так, хорошо. Почему не получаете? В чем проблема? Город не выдает. Контракт на вертикальную планировку земли в районе Старый аэропорт был заключен между централизованным стройзаказчиком и Усинским ДРСУ 10 ноября прошлого года. Для его реализации потребовалось вырубить небольшое количество деревьев и кустарников. За разрешением заказчик трижды обращался в мэрию и трижды получал отказ. В результате Усинское ДРСУ подрядчик работ по подготовке земель с 11 января приостановил работы из-за отсутствия разрешения. За это время городские чиновники успели разработать правила вырубки и методики расчета компенсационной стоимости зеленых насаждений, расположенных на территории города. После повторного обращения за этот период в администрации города было разработано положение по зеленым насаждениям, по компенсации по зеленым насаждениям. И нам будет дан ответ на эту ссылку, что работайте согласно вот этого положения, разработанное до 27 ноября 2015 года. В связи с чем это положение было распространено на более ранний период, начиная с 11 июня, по-моему, 2015 года. Согласно оформленному задним числом постановлению, заказчик должен заплатить за вырубку зеленых насаждений. Правомерность действий властей Наринмара в централизованном строе заказчики поставили под сомнение и обратились в прокуратуру за юридической оценкой. В связи с обращением в централизованную строй заказчика дать оценку законности данного нормативного правого акта, мы провели проверку. Проект данного нормативного правого акта к нам, к сожалению, не поступал. Мы смотрели уже принятое решение. Данный проект имеет регулирующее воздействие. Надлежащим образом процедура принятия данного нормативного правого акта администрации была не проведена, принята с нарушением компетенции. Поэтому в настоящее время нами подготовлено заявление в суд о признании данного нормативного правого акта незаконным. Если это одно из воспрепятствований в производстве работы. В ходе объезда земельных участков стало понятно, что принятое постановление о правилах вырубки деревьев – не единственный камень преткновения. Кроме всего прочего, администрация Наринмара считает, что прежде чем выдать заказчику разрешение на вырубку деревьев, последний должен предоставить в мэрию проект вертикальной планировки территории. Чтобы получить разрешение, сначала должен быть разработан проект. Сегодня проекта нет. Вертикальной планировки. Какое требуется? Проект вертикальной планировки. Вы обещали нам выдать проект вертикальной планировки когда? Озвучьте, пожалуйста. Первый февраля. Услышали, да? Угу. Без проекта планировки мы начали, приступили к работать. А нам сказали, мы к первому февраля. Сегодняшний день у нас поступил этот проект вертикальной планировки? Нет. Что дальше мне комментируете? В чем проблема? Где проект? Вот, перед нами. Так, ну и что? Отправьте в город. Угу. Ну, проект вертикальной планировки не является основанием для сноса зеленых насаждений. А то есть это просто пожелание уже города? Да, это пожелание города. Как утверждают окружные специалисты по земельному праву, никаких оснований требовать проект работ по вертикальной планировке, картограммы земельных работ, схемы межевания у городской администрации нет и быть не может. Вот красивая картинка, которую мы видели, да, на месте, она практически повторяет то, что у Алексея Анатольевича в проекте вертикальной планировки. Она практически не отличается. Вот этот стадион, о котором я говорила, да, тут есть зеленая зона, так называемая. Это много разных вариантов. Есть с отметками, вот где какие у нас отметочки, да, вот все это в проекте планировки. Об этом, обо всем Татьяна Васильевна знает, где что должно размещаться, где на каком уровне и так далее. Зачем ей проект вертикальной планировки ценстрой заказчика не очень понятно, потому что производство работ – это сугубо территория самого заказчика и взаимоотношения его с подрядчиком. На наш взгляд, для предоставления разрешения о вырубке зеленых насаждений это не имеет никакого отношения и влияния. Тем более, отметила Анастасия Голговская в перечне документов, которые Татьяна Федорова утвердила своим постановлением о правилах сруба, такого документа, как проект вертикальной планировки, нет. Я так понимаю, что вы не дадите выполнить этот контракт. Правильно я понимаю? Ну, мы давайте откровенно здесь говорим, нам что-то фантазировать. Игорь Викторович, для выполнения контракта необходимо выполнить ряд работ. Когда, в какие сроки будет выполнен ряд работ? Вот тогда вы задаете своим, пожалуйста, работникам. От нас требуется, от нас требуется. Я не знаю, я не поставлю ни одного человека считать дерево, не имея под собой никакого проекта. Просто сказать, идите посчитайте, где что считать, мы это не будем делать. Я присутствую, всех это заявляют. Принесете на рабочие проекты, проект вертикальной планировки, где вы срезаете, где вы насыпаете, после этого мы прием решение. Ситуацию по подготовке земель под застройку усугубляет и тот факт, что на обозначенной территории сегодня уже стоят порядка 35 различных строений. В 10-11 годах администрация города выдавала участки в районе старый аэропорт под бани. Выдача происходила без особого муниципального контроля, и собственники возвели объекты не по тем нормативам, которые были прописаны в документах. А по документам перед началом строительства участки необходимо было отсыпать до отметки 6,40. На деле строения возвели на высоте 4-5 метров. Вот если можно, значит, по порядку скажите, что вы предлагаете нам сделать? Отсыпать здесь на уровень 6,40. Вот те земельные участки, которые сегодняшние не предоставлены, для последующего предоставления гражданам для... Все непонятно. Там, где уже стоят строения наших граждан. И пусть они останутся. Это головная боль гражданина, потому что гражданин, в соответствии с теми требованиями, которые город был выставлял, было 6,40. Я правильно понимаю, что вы предлагаете действующие стоящие строения, которые стоят на отметках ниже 6,40, обваловать. Вокруг будет поднято 6,40, а дома будут стоять в яме. Что делать с существующими строениями, остается открытым вопросом. Так же, как и нежелание администрации Наринмара выдавать разрешение на вырубку деревьев. А между тем, контракт по вертикальной планировке территорий под индивидуальное жилищное строительство для многодетных семей истекает в июле этого года. Реализация контракта с последующей прокладкой инженерных коммуникаций и созданием дорожной инфраструктуры позволила бы обеспечить участками 75 многодетных семей. Ну, давайте говорить откровенно, как есть, вот и что. То есть, мы должны будем сказать, что благодаря действиям, Александр Васильевич, вашим, в этом году многодетные участки у нас... Значит, когда у нас там срок окончания контракта? А? Июнь. Июнь. Ну, соответственно, в этом году участков у нас не будет. Правильно я понимаю. Отмечу, что сегодня в очереди на получение бесплатных земельных участков стоят около 380 многодетных семей НАО. За последние несколько лет мэрия Наринмара выделила многодетным 100 участков, но они все либо не были отсыпаны по нормативам, либо не имеют необходимых инженерных коммуникаций и сейчас нуждаются в подготовке под строительство. По словам главы региона, вопрос по земельным участкам для многодетных семей сейчас стоит на строгом контроле.